Третий вопрос у нас о кандидатуре для назначения членом избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса. Проект постановления у вас на руках есть. Пожалуйста, в режиме видеоконференции у нас... Так, включите, пожалуйста. Саратовскую область. Вот, мы видим, да, у нас Юрий Владимирович Брызгарин, зампредседатель избирательной комиссии Саратовской области. Писарюк Владимир Александрович, проректор по инновационному развитию и работе с филиалом ФГПО ВОО Саратовская государственная юридическая академия. И Руденко Денис Владимирович, директор ООО Юридическое бюро «Энергия права». Вот, мы видим всех. Доклад, пожалуйста, докладуют. У нас два докладчика. Антон Игоревич Лопатин, пожалуйста, а потом Александр Ильич Кенев. Спасибо, Александр Ильич. В связи с досрочным сложением полномочий члена избирательной комиссии Саратовской области правом решающего голоса Павла Геннадьевича Точилкина и в целях реализации требований статьи 22 и 23 Федерального закона 67 об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдах граждан Российской Федерации предлагается Центральной избирательной комиссии рассмотреть кандидатуры. Одну кандидатуру, как Алла Александровна сказала, предложу я, вторую – Александр Ильич. Я предлагаю Центральной избирательной комиссии Российской Федерации рассмотреть кандидатуру Песурюка Владимира Александровича 1984 года рождения, образование высшее, юридическое, кандидата юридических наук, проректора по инновационному развитию и работе с филиалами Саратовской государственной юридической академии и предложить губернатору Саратовской области в назначении членом избирательной комиссии Саратовской области нового состава с правом решающего голоса. Дополнительно скажу, что Владимир Александрович являлся по настоящее время депутатом Саратовской областной думы, являлся председателем Комитета по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политики, что, собственно говоря, является важным опытом избирательного процесса. Также являлся преподавателем на кафедре истории государства и права Саратовской государственной юридической академии, что, на мой взгляд, может быть полезным для обучения и разъяснения участникам избирательного процесса выборного законодательства. Весьма достойная кандидатура. Прошу, уважаемые коллеги, поддержать именно эту кандидатуру. Спасибо. Так, спасибо, уважаемый Антон Игоревич. Мы как сразу, да, доклады... Да, потом, да, значит, Александр Ильич, пожалуйста, докладывайте. Спасибо большое, уважаемые коллеги. В Центральную избирательную комиссию поступили документы от Саратовского регионального отделения политической партии, Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», которые предлагают рассмотреть кандидатуру Руденко Дениса Владимировича в члены избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса. Денис Владимирович, 1984 года, рождение, имеет высшее образование, закончил в Саратовскую академию права, в настоящее время работает директором ООО «Еридическое бюро «Энергия. Право», является специалистом в области избирательного права и процесса, имеет богатый опыт работы в избирательных кампаниях федерального, регионального и муниципального уровня, например, на выборах президента Российской Федерации в 2012 году, выборов депутатов Саратовской областной думы в 2013 году, выборов депутатов Государственной думы в 2016 году. В настоящее время является членом избирательной комиссии Саратовской области с правом совещательного голоса от регионального отделения партии «Яблоко». Прошу поддержать кандидатуру Руденко Дениса Владимировича. Соответствующий проект постановления подготовлен. Спасибо. Так, прежде чем я буду ставить на голосование, давайте обсудим эту ситуацию. Да, пожалуйста, кто бы хотел выступить по тому или иному кандидату или задать вопросы? Пожалуйста, Сергей Никонорович. Уважаемые коллеги, два кандидатуры, которые мы сегодня заслушали, которые нам представили, являются обе достойными. Оба закончили один и тот же вуз. Я думаю, это уже говорит о многом, что трудно будет выбрать между двумя. Но все-таки, проанализировав опыт работы каждого из них, я буду поддерживать кандидатуру писарюк Владимира Александровича. Почему? Потому что опыт работы его говорит о том, что он имеет опыт работы с молодежью, имеет опыт преподавательской работы, и что для меня лично самое главное, он знает выборный процесс не теоретически, а практически, так как неоднократно избирался депутатом областной думы, и сейчас является тоже действующим депутатом областной думы. Я думаю, он, пройдя выборные кампании, испытав это на себе, и видя работу избирательной комиссии с другой стороны, учтет этот опыт в своей работе, если будет назначен в комиссию с правом решающего голоса. Да, пожалуйста, Борис Саврович, спасибо, Сергей Николаевич. Пожалуйста, Борис Саврович. Благодарю вас, уважаемая Александровна, уважаемые коллеги. Два молодых человека, 84-го года, 30 с небольшим лет. Оба выпускники, выпускника, выпускники моей родной Саратовской академии права, кстати, знаменитой академии, меня Владимир Александрович и Денис Владимирович хочу сказать вам о том, что меня часто подозревают в моем пристрастном отношении к нашей с вами родной академии. Так вот, эти вот подозрения имеют абсолютно все основания под собой. Я вспоминаю, когда преподаватели и студенты, кстати, также знаменитой Московской государственной юридической академии имени Царствия Небесная Кутафина Олега Емельяновича хвастали немножечко тем, что, видите ли, 16 тысяч студентов и крупнейший юридический вуз в Европе. Так вот, я хотел бы сказать о том, что наша родная академия, я имею двух кандидатов по ту сторону экрана и себя, сегодня 17 тысяч студентов, крупнейший выдающийся вуз. Но я хотел бы одновременно сказать о том, что Владимир Александрович и я знаю давно и знаю очень хорошо. С большим уважением и большой симпатией отношусь. И проблема вовсе не в том, что кто-то из них владеет избирательным законодательством лучше либо хуже. Владимир Александрович в силу своей профессии, занимаемой должности, я имею в виду в составе академии, и позднее работы в областной думе, это человек, ориентированный на консолидацию, на поиск общественного согласия. В согласии представителей самых различных политических сил и самых различных интересов, которые представлены не только в городе Саратове, они представлены в условиях политической демократии в целом нашей стране, я абсолютно убежден, что Владимир Александрович, он будет очень достойным кандидатом, именно поэтому я хочу поддержать ту кандидатуру, которую предложил мой сосед, коллега Лопатин. И приглашаю вас, и прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать кандидатуру Владимира Александровича Писарюка. Не потому, что, я повторяю, кто-то из них лучше либо хуже, исходя из того, что, на мой личный взгляд, Владимир Александрович сможет обеспечить деятельность избирательной комиссии Саратовской области на том уровне, на котором мы сегодня требуем работы всех, без исключения субъектовых избирательных комиссий, ну, наверное, прежде всего и главным образом оценив их себя. Я вас благодарю, уважаемые коллеги, я высказал свое мнение. Спасибо. Да, спасибо, уважаемый Борис Афарович. Да, пожалуйста, Николай Иванович. Спасибо, Александр. Уважаемые коллеги, я хочу задать вопрос и Денис Владимирович и Иванович Александрович. Денис Владимирович, вот вопрос. Понятно, что мы рассматриваем сегодня вопрос о включении в состав избирательной комиссии с правом решающего голоса, с возможным далее кадровыми решениями, в случае, если это событие состоится. Насколько я понимаю, вы оба неплохо знаете избирательную систему Саратовской области. Представим, что вот вы каждый избранный потом дальнейшим председателем избирательной комиссии Саратовской области. Ваши первые шаги, Денис Владимирович, вот по системе избирательной и Иванович Александрович, как бы вы их себе видели? Здравствуйте, уважаемая Центральная избирательная комиссия, уважаемые члены комиссии. Достаточно, конечно, сложный вопрос, потому что комплекс проблем в Саратовской области, в избирательных комиссиях Саратовской области, он достаточно серьезный. Он одним, конечно, шагом ничего не решить, первым действием. Конечно, в первую очередь, на мой взгляд, естественно, это изменение отношения к избирательному процессу самих участковых избирательных комиссий, самых главных территориальных избирательных комиссий. И, на мой взгляд, самый важный момент, конечно, уменьшение административного ресурса, постараться сделать это, чтобы по максимуму избирательные комиссии были свободны, действовали исключительно в рамках закона, и на них не оказывали давление их работодатели и прочие депутаты-кандидаты. Пожалуйста, Владимир Александрович. Добрый день, уважаемые члены избирательной комиссии. И, добрый, хотелось бы что сказать. Я думаю, что сейчас в Саратовской области сложилась ситуация, когда первыми шагами, которые были бы, наверное, полезны с точки зрения работы избирательной комиссии, это, в первую очередь, их открытая работа. С привлечением средств массовой информации, с привлечением, конечно же, общественных организаций, которые находятся на территории Саратовской области, но не исключая возможности работы здесь, на территории Саратовской области, и общественных организаций, которые могут приехать и наблюдать за тем, как работает избирательная комиссия в Саратовской области, тем самым, в первую очередь, легитимизировав работу избирательных комиссий. Поэтому первые шаги, которые хотелось бы сделать, это изучить ту ситуацию, которая происходит сейчас в избирательной комиссии Саратовской области, территориальных избирательных комиссиях Саратовской области, и, естественно, в участковых избирательных комиссиях для того, чтобы понять, каким образом построить работу, и еще раз повторяю, в первую очередь, на открытость работы избирательных комиссий Саратовской области. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? Пожалуйста, Николай Владимирович Левич, пожалуйста. Спасибо, Александр. Уважаемый коллег, действительно, довольно такой исключительный случай. Впервые в нашей практике нам предлагается выбрать не только между двумя молодыми профессионалами, которые закончили один и тот же ВУЗ, но с удивлением обнаружил, что даже оба получили дипломы с отличием решением Государственной аттестационной комиссии в один день, 2 июля 2007 года. Но я подал свой слабый голос в защиту Дениса Владимировича Руденко, сразу скажу, и не потому, что он получил диплом с отличием на два дня раньше, чем Владимир Александрович, а потому, что он предложен нам с вами партией Яблоко. Если бы я очень сильно любил эту партию, то я бы, наверное, был в ее рядах, а не в рядах другой партии, в рядах которой проработал два срока в Государственной Думе. Но когда Государственная Дума делегировала меня в Центральную избирательную комиссию, я с ее трибуны давал обещание представлять интересы не только парламентской партии «Справедливая Россия», но и всех непарламентских партий. И мне представляется, что если сегодня Денис Владимирович Руденко является уже членом избирательной комиссии Саратовской области, но только с правом совещательного голоса, будет очень полезно для придания этой системе больше открытости, как высказал в своей пожелании Владимир Александрович, больше прозрачности дать Денису Владимировичу полномочия члена этой комиссии с правом решающего голоса. Это совсем немного, Денис Владимирович, да, и вряд ли позволит вам даже в качестве не только первостепенных, но и в обозримом будущем шагов избавить избирательные комиссии, участковые и территориальные от так называемого административного ресурса и зависимости от работы удателей, но мне кажется, что наличие в составе комиссии, а я, коллеги, повторю, мы сейчас рекомендуем кандидатуру не на председателя комиссии, а только на члена комиссии с правом решающего голоса. И мне кажется, что такой человек, который борется с административным ресурсом, заслуживает того, чтобы дать ему чуть-чуть больше прав в рамках закона. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Николай Владимирович. Есть ли, да, Валерий Александрович, пожалуйста, Крюков. Уважаемые друзья, коллеги, я хочу сказать, что я, когда говорил Борис Сафарович, он назвал одно очень знаменательное направление, о котором сейчас мы разговариваем. Это направление он назвал консолидацией. и желанием услышать всех. Я всегда стою за то, чтобы это направление было присуще всем 85 комиссий. Я предлагаю поставить вопрос на голосование, так как мы все разобрали, и поддерживаю товарища Писарюк, который ближе к этому направлению. Все остальное будет, я считаю, в виде ям и ухабов. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли еще желающие выступить? Нет. Тогда мы сейчас проводим рейтинговое голосование, да, по мере поступления. Кто за то, чтобы рассмотреть кандидатуру Писарюка Владимира Александровича, прошу голосовать. Кто за? Считаем. Имейте в виду, при рейтингном голосовании можно дважды голосовать. 12, да, 12 за, да. Кто против? Ну, это уже не имеет значения, да. Теперь, пожалуйста, кто поддерживает кандидатуру Руденко Дениса Владимировича, тоже в рейтингном голосовании? И я, да. Давайте я ради... Пять, пять, пять. Хороший кандидат, да? Ой, извините, не хочу говорить, но пять человек за. Да. Просто мы этим тоже выражаем свое отношение. Это важно. Спасибо большое. Ну, в соответствии с рейтинговым голосованием, да, у нас кандидатура Писарюка Владимира Александровича. Тогда я ставлю ее... Могу я поставить на голосование, да? Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы Владимир Александрович Писарюк стал членом Саратовской областной избирательной комиссии с правом решающего голоса? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Значит, сколько у нас? Вот так, один воздержался. 13 за, один воздержался. Против нет. Ну что ж, Владимир Александрович, я вас поздравляю. Что бы я хотела сказать? Вот действительно, удивительное мы сейчас вот на Саратове, удивительное совпадение, и очень много совпадений у этих двух уважаемых молодых людей, профессионалов. И очень перспективных, я думаю, не только юристов, но и политиков. В хорошем смысле этого слова. Я думаю, что мы у нас, мы же формируем свой кадровый резерв, да, у нас, кстати, в Питере есть Покровская, да, от Яблока тоже, да, в нашем резерве. И Денис Владимирович, я бы, я надеюсь, что вы, Денис Владимирович, сейчас, в данном случае, будучи членом избирательной комиссии с правом решающего, с правом совещательного голоса, окажете всемирную поддержку и активно поработаете в этом качестве, в том числе, я думаю, вновь избранному председателю, который будет позже избран. Для того, чтобы навести, действительно, порядок, повысить максимальное доверие граждан, жителей Саратовской области к избирательной системе области, тщательно, дотошно, внимательно разобраться с тем, что происходит на уровне участковых и территориальных комиссий. Вот, чтобы, скажем, без компанийщины, не чухан там всем подряд уволнять или, наоборот, всех там защищать, а разобраться очень объективно со своими коллегами комиссии с правом решающего голоса, что надо сделать, чтобы оздоровить всю систему, избирательную систему Саратовской области. В первую очередь, хочу сказать, для того, чтобы доверие граждан максимально повысить к ней. Поэтому, я полагаю, что никто не будет против, да, мы сейчас формируем свой кадровый резерв, и вы у нас один из тех, кто в нем. Уважаемые коллеги, ну что, мы с вами прощаемся. А, да, пожалуйста, вам слово, да, 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 извините, да, слово. И я думаю, что и вам, Владимир Александрович, и если Денис Владимирович тоже захочет, пожалуйста, можете выступить. Пожалуйста. Да, уважаемый член ЦИК, уважаемые коллеги. Александр Николаевич, спасибо большое за оказанное доверие. Надеюсь, что, как член избирательной комиссии Саратовской области, мы те возможности и доверие, которые вы сегодня выразили, постараемся их оправдать, сделав все для того, чтобы избирательная комиссия Саратовской области работала максимально эффективно. И одну реплику, ну, не в обиду всем членам избирательной комиссии Центральной, будет сказано. Борис Сафарович, спасибо большое, Академия Саратовская государственная юридическая всегда вас ждет, рада вас приветствовать в своих стенах. И ни в коем случае не забывает, и я думаю, что наши студенты всегда будут рады, как и профессорский преподавательский состав, послушать ваши великолепнейшие лекции. Спасибо. Спасибо. Не, мы не обижаемся. Вы только да. Я, раз вас... И, знаете, вот мое пожелание, Владимир Александрович, вы умеете, я думаю, что очень хорошо, помимо работы с общественными организациями, действительно, максимальные контакты со всеми партиями, живыми партиями, которые есть в Саратовской области, налаживайте контакты со всеми теми, кто заинтересован в том, чтобы система вся избирательная работала на избирателя. И раз вас судьба свела вот таким образом, и как и, собственно говоря, я надеюсь, что вы вполне можете в своей дальнейшей работе и опираться и на Дениса Владимировича в этом вопросе. Как, Денис Владимирович, не возражаете? Уважаемый член комиссии Александрович, я не против, конечно, не возражаю. Я хочу поблагодарить членов комиссии, проголосовавших за меня, сказавшие добрые слова в мой адрес. Хочу также выразить благодарность река отделению партии «Яблок» в Саратовской области, что оказали мне такую честь быть предложенным в качестве членов комиссии, правонарушающего голоса в нашу областную комиссию. Я думаю, что... Я пожелаю Владимиру Александровичу хорошей работы, надеюсь, что ему удастся улучшить репутацию Института выборов в Саратовской области, а также надеюсь, что ему удастся улучшить репутацию и самой областной избирательной комиссии. Спасибо. Ну, мы прощаемся с вами. Спасибо всем. Всего доброго в Саратовской области. Надеюсь, что мы с вами будем в основном общаться по хорошим поводам. Всего доброго.